Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу об уходящем спорткаре и тяжелых манекенах. Печальные новости пришли из США. Руководство компании Chrysler приняло историческое решение о прекращении производства спорткара Dodge Viper. Огромный автомобиль с огромным атмосферником мощностью 649 лошадиных сил уходит в историю. Причин для подобного шага несколько. Главное из них продажи. За последнее время Viper продавалось очень мало. Несмотря на Реол легенды, машина отличалась очень нескромным аппетитом. Еще бы, ведь под капотом V-образный 10-цилиндровый монстр, объемом как двухкамерный холодильник. Второй фактор — безопасность. Новые нормы, которые вступят в США в следующем году, обязывают все автомобили иметь надувные шторки. Конструкции Viper это не предусмотрено, а переделывать автомобиль под новые реалии слишком дорого. Последние автомобили будут произведены 31 августа нынешнего года, и могучий Dodge перейдет в разряд исторических. Поклонники марки отреагировали остро. Некоторые даже обвинили Chrysler в подрыве устоев. Но бизнес есть бизнес. Может быть, Viper и вернется. Но это будет уже совсем другой автомобиль, построенный на платформе Alfa Romeo и с итальянским мотором. Вот где будет подрыв устоев. Вторая новость из Америки скорее забавная. Все мы знаем, ну или догадываемся, что многие американцы, скажем так, полноваты. Фастфуд и сидячий образ жизни сделали свое дело. Специалисты по безопасности стали выяснять, как комплекция человека может влиять на тяжесть последствий при ДТП. Выяснилось, что может и еще как. 78% упитанных граждан очень сильно рискуют при авариях. Ведь системы безопасности автомобиля рассчитаны на человека обычной комплекции. Подумав еще немного, умные инженеры разработали два новых типа манекенов для краш-тестов. Первый из них представляет собой дядю весом аж 122 килограмма. Такой типичный, даже почти карикатурный американец. Второй манекен — 70-летняя бабуля с возрастными изменениями тела и опять же с избыточным весом. Использование этих манекенов позволит производителям корректировать работу, например, предотяжителей ремней безопасности. Когда новые манекены начнут работать, пока неизвестно. Но забота обо всех слоях населения — это прекрасно. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.